Периметр остался, центральная часть. Потерпевшая Мария Володоманова, жительница Дмитровского района, рассказывает, как в ее дом пролез неизвестный и обокрал, пока хозяйка была на работе. Она пришла поздно вечером и сразу заподозрила неладное, когда увидела брошенный на снегу ящик из-под инструментов. Думаю, странно, что валяется. Смотрела в почтовом ящике, корреспонденции никакой нет. Подхожу к двери к дому и вижу внизу пролом. Причем дверь деревянная, сверху она рифленая, со стеклом. А внизу пролом такой. Дверь у меня не открывается ключом. Мне пришлось в этот проем пролезть. Зашла домой. Внутри дома хозяйское добро сторожили две здоровые собаки – немецкая овчарка и лайка. Видимо, поэтому вор не полез в сам дом, а ограничился похищением всего ценного, что было на террасе дома. Николай Александрович, пожалуйста, расскажите, как вы проникли в данный дом и что вы отсюда похитили? Перелез через забор на первом этаже, разбился, привезено с собой стекло. Похитители достаточно быстро нашли правоохранительные органы. Им оказался 33-летний, ранее судимый житель Дмитровского района Николай Крупнов. Содеянным он признался полностью, рассказав еще о семи подобных эпизодах преступной деятельности. Общий размер ущерба гражданам, нанесенный этим вором, составил сумму более 150 тысяч рублей. Действовал преступник в одиночку, брал все, что плохо лежит в частных домах Дмитровского района, садился на электричку и ехал реализовать на ближайшие рынки наворованное. Специализировался воришка на бытовой технике, электрооборудовании, аудио и видеоаппаратура. Товар ходовой даже в поддержанном состоянии стоит немалые деньги. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.